здравствуйте дорогие друзья меня переполняет чувства какие-то необычные в этом году мы делаем последнее видео секрет успеха за этот прошедший год почти каждую неделю нам господь давал возможность записывать эти видео это были в разных местах были поездках переездах за этот год мы сменили три места проживания каждый раз мы подстраивались как записывать эти видео лично для меня господь много хотя указал вот этих христианских качеств которые должны быть и в каких я должен возрастать уже мне было интересно прослушивать видео которые полгода записали и размышлять о да об этом мы говорили об этом мы размышляли об этом мы молились мы выставим ссылку под видео и также любое время вы можете написать и через почту и через facebook через youtube через instagram мы везде готовы с вами пообщаться и послужить своим служением для вас во имя господа а также хотим вас всех поздравить с этим великим событием рождение иисуса христа эти дни мы будем вспоминать том как иисус пришел на землю и для чего он пришел на землю и какое влияние он имеет сегодня ко мне уже не как маленький рожденный младенец в яслах но как господь который царствует господь который имеет силу избавить нас от всякого зла исцелить нашу душу очистить наше сердце и просить наши грехи вот этот господь пришел много лет назад и он это может делать и делает с нашими сердцами с нашими сердцем с нашим разумом очищает просвещает и стих именно на этой неделе об этом организованность насколько господь имеет власть и силу нашей жизни насколько моему допускаем его наше сердце и мы кратко поговорим о этом слове даже она кажется не так и духовное но мы его увидим насколько это важно нашей жизни быть организованным человеком и потом прощаем всех которые мы изучали на этой неделе организованность в отличие от дисциплинированности это умение во всем поддерживать порядок и хранить вещи на своих местах для достижения наибольшей продуктивности своей работе вот физической жизни нам очень необходимо это качество чтобы быть продуктивным и я каждый день работаю на компьютере мне приходится много файлов чистить практически каждый день удалять потому что я их я делаю эти файлы каждый день много и когда выставляю эту на youtube пересылаю на печать и так дальше так дальше кому-то людям и приходится все чистить то что пригодится еще на позже отлаживать на какие-то места потом что-то оставлять на google drive чтобы другим людям могли они найти это это документ и практически мне приходится каждый день очищать приводит порядок чтобы компьютер просто не перегрузился информации это качество мне необходимо каждый день потому что каждый день мегабайты мегабайты добавляется информации каждую неделю это мы делаем видео снова это добавляется информация как и на компьютер так и интернет и так необходимо это качество но я замечал что есть в чем дальше учиться для нас для меня вот некоторые мысли что такое организованность организованность не стоит рядом с благочестием это часть благочестия очень удивительная цитата и взял снега де павчу success в начале года я вам часто показываю эту книгу и то что насколько мы в жизни организованной и правильно ведем себя пред господом пред другими людьми что это является частью благочестия и второе организованность это иметь для всего свое место на правильном месте нашем доме может есть для всего место но это место можно туда кинуть туда подкинуть и все но самое главное чтобы иметь место в своем доме но это правильное место для всего это очень важно нашей жизни мы это понимаем может не всегда она получается быть организована но каждый из нас понимает что такое и некоторые мысли также взял из этой книги как быть упорядоченным организованным первое следовать мудрому расписанию расписанию мы видим библии начиная с первого дня творения был день и был вечер и господь на второй день опять сотворил и вечером смотрит как это проходит и на третий день то есть мы уже видим мудрое расписание и для нашей жизни это необходимое чтобы иметь мудрое расписание чтобы быть организованным когда мы просыпаемся когда мы имеем общение с богом так дальше и так дальше и так дальше и так дальше и на весь день второе слушать порядочную музыку сегодня много споров о музыке какая музыка хорошая какая нет если христианская не христианская все ли однако во но организованный человек он действительно слушает ту музыку которая его вдохновляет который его приводит покаянию размышлять о господи о страданиях его то есть больше о духовном не всегда думать какой я бедный какое несчастное есть различные стыли музыки просто можно даже посмотреть на тех кто исполняет эту музыку увидеть насколько они организована стоят насколько они организована поют сколько организована их не прическа об этом тоже также много чего говорит иногда мы можем слушать музыку музыкантом таких и они нам нравятся но мы никогда не хотели разговаривать как они разговаривают мы никогда не хотели такую прическу сделать и здесь какое-то кажется есть противоречие и здесь можно дольше продолжать но я хочу закончить эту мысль и несколько месяцев назад я выставил проповедь о музыке действительно проповедь сильная и по комментариях можно узнать что разные люди по-разному подходят и отвечают на эти вопросы поэтому пусть дать вам господь мудрости на основании писания разобраться и в этом вопросе это слово порядочность достаточно понятна для нас и мы знаем как себя вести перед другими перед начальником перед тем людьми которые для нас не безразличны особенно молодые как через молодые братья как себя ведут перед молодым и сестрам но мы должны помнить что мы должны вести себя порядочно перед всеми людьми и самое главное пред господом четвертое поддерживает чистоту в окружении много мы где ходим делаем и организованный человек он действительно является ли он дома на работе везде он поддерживает чистоту как и физическую чистоту которую мы видим также эту чистоту в слове в компании и так дальше и последний иметь упорядоченность доме божьем интересно что здесь заметен в тимофея 1 тимофея 3 5 и там говорится о том что человек который должен быть служением церкви он сначала должен провести иметь дом порядке свой дом а потом он сможет и в церкви сделать порядок очень важно чтобы церкви был порядок поэтому есть люди которые занимают различные позиции одна с позиции что всегда говорят нашей церкви не так а вот той посмотрите как а вот там а вот вот там и разумный человек упорядочный человек человек организованный делай все возможное со своей стороны чтобы был порядок церкви а сейчас стих который мы читали такой итак возлюбленные имея такое обетование очистим себя от всякой скверни плоти и духа совершая святыню в страхе божьем 2 канфея нам всем один я хочу кратко мне контекста поговорить об этом стихе очистим себя всякой скверни организованный человек это тот человек который очищает вот как я вначале говорил о компьютере мне приходится каждый день очищать некоторые файлы удалять их чтобы компьютер не перегрузился чтобы я мог что-то делать ты сама в нашей жизни каждый день мы должны проверять на основании слова божьему очищать свое сердце мы знаем этот стих испытание божий проверка не опасно меня пути то сердце моё испытай пути мои и как хорошо когда господь указывает и мы проверяем очищаем плоти и духа есть грехи против плоти есть грехи против духа и важно в этим разобраться и чтобы очиститься от всего совершая святыню в страхе божьем святыню когда я слышу слово святыня у меня как-то вспоминается святку завет на скине и насколько там было все организовано насколько там был порядок до каждой детали как господь давал как это построить как потом кто когда заходит сколько раз где что очень резонно когда мы читаем у мы можем удивиться как господь все делал там удивительно но это святыня что-то господь хочет что в нашем сердце мы понимали что к чему им должно принадлежать и кто владелец нашей жизни и так дальше на этой неделе я загрузил на youtube видео вы можете тоже его по ссылке снизу увидеть о том как несколько недель назад была конференция в хорисенбурге в вирджиния это в америке и там был семинар Сергей Исанников говорил о вере и тоже я рекомендую послушать и проверить организовать себя в тех моментах где мы ходим по вере где мы ходим просто поступаем возможно по традициям возможно тому что так нам нравится ли что прослушать эти три семинара они очень полезны для нас разобраться в нашем сердце чтобы это была дисциплина чтобы мы имели эти дисциплину и приступая в этот новый 2017 год что мы поступали правильно лучше как мы в этом году поступали как мы этот год начинали также хочу сказать что в 2017 году мы будем изучать нагорную проповедь я уже выставил в одну часть на сайт капли сота и до того как выйдет первые видео уже дать бог в 2017 году все равно будет продолжаться выходить рассылка и что мы дальше будем делать и вот сегодняшнего дня где вы находитесь и на ютубе смотрите или на сайте смотрите найдите время в течение недели прочитать это в одну часть очень важно будет вы познакомиться с автором книги по которой мы будем идти нагорная проповедь это нелегкая но важная проповедь поэтому мы не рискнули сам и по себе изучать как у нас были мысли чтобы каждый раз подключать какого-то служителя и так дальше но мы увидим что это будет очень нелегко еще для нас поэтому мы будем идти по книге которые вы там увидите и с автором и я рекомендую просмотреть следующее видео которое выходит вместе с этим видео чтобы как рекламное видео почему мы выбрали нагорную проповедь немножко рассказать снова программы секрет успеха для тех кто первые разы слушают и также рассказать как мы изучаем и вот об этом мы хотим поговорить но также хочу сказать что еще стих мы будем изучать на этой неделе прям до но рождества хотя потом мы же не сможем сделать это видео рассылка будет и стих который вы сейчас прослушайте и после стиха вы просмотрите видео которые качества которые будем изучать а сейчас с господом гибкость приготовляйте себе влагалища не ветшающие сокровища не оскудевающие на небесах куда вор не приближается и где моль не съедает ибо где сокровище ваше там и сердце ваше будет евангелие от луки 12 глава с 33 по 34 стих на сайте капли сота есть рассылка на которую вы можете подписаться и каждую неделю вам на почту будут приходить хорошие проповеди аудиокниги статьи а также вопросы и ответы мы верим что этот сайт может стать для вас хорошим источником для духовной пищи